Здравствуйте, уважаемые коллеги! Несмотря на все технические сложности, информация, которая сегодня будет доставлена в вебинаре, она все равно, другим способом, но дойдет до 20. Значит, сегодня тема нашего вебинара посвящена эндокринной системе. А именно, сегодня мы пытаемся, так скажем, представить в себе, что же такое эндокринная система, как она устроена, как она работает, для кого физиологическое значение. А также обратим внимание на индексы АПК-Ведопульс, которые связаны с эндокринным балансом. Итак, эндокринная система, впрочем, что иное, как работа живет внутренней секреции. Это те железы, те органы, которые выделяют, которые, прежде всего, продуцируют, секретируют биологически активные вещества, которые называются гормоны. Почему называются железы внутренней секреции? Потому что эти биологически активные вещества, они будут поделяться во внутреннюю среду организма. Внутренняя среда организма – это кровь. Значит, все гормоны, которые продуцируются эндокринными железами, поступают в кровоток. Итак, что относится к этим органам, к этим железам внутренней секреции? К ним относятся гипотолямус, гипофиз, эпифиз. Эти три железы располагаются в структурах головного мозга. Далее – это щитовидная железа, тимус, или по-другому называют ее еще вилочковая железа. Вот она – почечники, поджелудочная железа и половые железы. Это либо семенники, либо ничины. Но все, что будет касаться функции половых желез, на сегодняшнем вебинаре мы не затрагиваем, так как функции половых желез и в целом репродуктивной системе будут посвящены в следующий вебинар. Думаю, подробно остановимся на роли этих желез, нам поговорим о тех гормонах, которые они выделяют, и о значении этих половых гормонов в жизни каждого человека. Итак, эндокринная система. Эндокринная система, она наряду с медной системой принимает участие в механизмах изоляции. Регуляция работы всех наших внутренних органов. Если нервная регуляция осуществляет свой контроль по средствам нервных импульсов, которые двигаются по нервным структурам, то эндокринная система, в которую относится непосредственно уже к гуморальной регуляции, здесь контроль будет осуществляться при помощи химических компонентов, и психологически активных веществ, как можно сейчас сказать, гормоны. Так вот, гормоны, они обеспечивают сохранение гомеостаза, то есть постоянство внутренней среды организма, правильно было бы сказать, параметры внутренней среды организма, при меняющихся условиях внешней среды. То есть приспосабливают, адаптируют работу организма к тем условиям, в которых организм находится. Эндокринная система вместе с нервной системой и иммунной системой регулирует рост и развитие организма в целом, обеспечивают его половую дифференцировку и в целом репродуктивную функцию. Гормоны принимают участие в процессах образования, сохранения и расхода энергии, а также обеспечивают эмоциональный фон и влияют на психическую деятельность человека. То есть, как видно из представленного сайта, гормоны оказывают влияние на самые различные процессы на жизнедеятельности. Итак, гормон. Гормон, другими словами, это посредник. Посредник, да, первичный посредник. Это не что и оно, а как специальное химическое вещество, биологически активное вещество. Как мы сейчас сказали, регулирует, выделяет средние железы внутренние секреции, поступает в кровоток, кровотоком распространяется по всему организму и оказывает влияние только на определенные клетки. То есть, не на все клетки действуют все гормоны, а определенные гормоны действуют на определенные клетки. Это клетки, которые держат рецепторы к определенным гормонам. Ну, если дословно перевести там термин «гормон», то он означает «возбуждать», то есть «возбуждать» к какому-то действию. Итак, мы сказали, что гормоны – это посредники. Как же они работают? Работают они там, где находят свой рецептор. Значит, клетки, которые обладают рецепторами к конкретному гормону, называются клетки мишени. И гормон, распознав свой рецептор, связывается с ним, активирует этот рецептор. И гормон с рецептором, они идеально подходят друг к другу. Есть еще такое сравнение, как ключ-замок. То есть гормон и рецептор, они подходят друг к другу, как ключ к замку. Соответственно, ключи подходят не ко всем замкам. А значит, они должны соответствовать друг другу. Значит, клетки должны обладать своими определенными рецепторами. Ну, чтобы было понятно, давайте возьмем, к примеру, такой гормон, который знают все. Гормон, который называется адреналин, гормон стресса. Так вот, адреналин выбрасывает с мозговым чувством носочечников, распространяется с кровотоком, а работает там, где находится специфический адренорецептор. Адренорецептор. И связывается с ним. Если эта связь произошла в клетках сердечной мышцы, то эта связь обеспечивает активацию сердечной деятельности. И если мы уже будем говорить о конкретном эффекте, то мы увидим учащение сердцебиения, увеличение силы сердечных сокращений, это уже будет, так скажем, эффект действия гормона на конкретную клетку. И вот здесь на представленном слайде показано, что вот мембрана клетки обладает определенным рецептором, и здесь множество рецепторов. Каждый рецептор будет связываться только со своим гормоном. Вот у них идеальное соответствие этих стыков. И только после этого будет подпускаться какая-то биологическая реакция, которая будет приводить к изменению функции клетки. Итак, подводим итог. Гормон – это ключ. Ключ, который открывает, запускает процесс в своих клетках-замках. Гормоны влияют на практически все виды жизнедеятельности организма, будем так говорить, начиная от сжигания жира до процесса размножения. Гормоны способствуют тому, что как бы собирают воедино в нашем организме, которое состоит из огромного количества, из миллиарда отдельных клеток, из соединений, из веществ, из каких-то субстанций. Гормоны – это все как бы интегрируют и превращают это все, так скажем, в единый, слаженный, функционально слаженный механизм. Ну, то есть вот сравнивают с тем, как собрать пазл из миллиона различных фрагментов. Для того, чтобы получилась какая-то определенная цельная картинка, какая-то определенная функция, которая бы совершенно адекватно работала. Итак, давайте пойдем по железо-внутренней секреции. Мы можем конкретно затрагивать определенное железо, говорить, какие выделяют гормоны, где принимают участие. Ну, такую функцию выполняют. Итак, первым элементом эндокринной системы является железо, которое называется гипоталямус. Гипоталямус – это, можно сказать, высший отдел, который обеспечивает связь между нервной и гормональной системой. То есть интегрирует роль и гуморальной регуляции, и нервной регуляции. В целом же железо-внутренней секреции гипоталямус принимают участие в регуляции термо-регуляции. В регуляции, да, то есть температура тела человека – это константа, это показатель внутренней секре организма, как всем известно, составляет 36,6 градусов в процессе, который не меняется в состоянии здоровья, независимо ни от чего. Если во внешней среде минус тридцать или трёх тридцать, то температура организма всё время будет придерживаться на этих пределах. Это работа гипоталямуса. Гипоталямус принимает участие в поддержании водного баланса и контролирует голод и жажду. Две такие витальные функции – голод и жажда. А также гипоталямус контролирует и половую функцию. Гипоталямус связан с такими функциональными состояниями, как эмоции и сон. Если говорить об эротическом аспекте, то в управлении самим гипоталямусом участвует ВАТА и ПИТА. Гипоталямус, как высший центр регуляции, будет оказывать своё влияние на следующий отдел эндокринной системы, который полагается в георархической системе несколько ниже – это гипоталямус. Значит, гипоталямус будет выделять ряд определённых гормонов, которые называются релизинг-факторами, не релизинг-факторами, уже оказывают непосредственное влияние на функцию типа гипоталямус. Итак, второй элемент эндокринной системы – это гипоталямус. Гипоталямус еще называют мозгом всей гормональной системы, потому что гипотез выделяет очень большое количество самых разнообразных гормонов. Но, как правило, вот эти гормоны, которые выделяются гипоталямусом, они находятся в подчинении от тех гормонов, которые будут выделять гипоталямус. Таким образом, появляется как бы связка гипоталямус и гипотезарная системы. Итак, гормоны гипотеза. Ну, в основном мы затрагиваем тропные, так называемые тропные гормоны. Тропные гормоны – это те гормоны, которые оказывают своё влияние на железы, внутренние секреции, но на те железы, которые будут располагаться на периферии. На периферии, то есть за пределами головного мозга. Ну, к таким тропным гормонам относится стереотропный гормон. Само название говорит, что он контролирует работу щитовидной железы. И мы сегодня на этом остановимся поподробнее. Это самата тропный гормон. То есть это тот гормон, его очень по-другому называют гормон роста. Значит, этот гормон контролирует всё, что связано с ростом, а именно с линейным ростом. К тропным гормонам можно отнести АКТГ, или по-другому АДРЕНОКОПИКО, тропный гормон, который оказывает влияние на функцию другой периферической железы, а именно надпочечника. Это гонадотропный гормон, это тот гормон, который оказывает влияние на функцию половых желез. Таким образом, тропные гормоны гипотезы, они управляют, опять же, через функцию желез периферических многими процессами, а именно ростом, синтезом друков, половыми функциями, то есть в целом, влияют на метаболизм. В управлении же гипотезем принимают участие также БАТО и ПИТО. И вот здесь, на представленном слайде, наблюдается вот эта самая связь гипоталяма и патезарные взаимоотношения. Гипоталяма, как первая железа, железа более высшего порядка, за счет выделения своих гормонов, оказывает воздействие на продукцию гормонов гипотеза, а эти уже гормоны, которые мы сейчас назвали, они будут оказывать влияние на продукцию гормонов, располагающихся на территории. То есть появляется связка гипоталяма и гипотез, эндокринные железы и те, эндокринные железы, которые выделяют гормоны, будут уже оказывать влияние на свои органы мишени, или клетки мишени, то есть все, которые обладают рецепторами к этим самым гормонам. Тем образом формируется связь гипоталяма-гипотезарная, и конкретным представлением этой связи с железой, теоретической, будет являться гипоталяма-гипотезарная стереоидная система, то есть регуляция продукции гормонов щеповидной железы. Третий элемент эндокринной системы – это эпинтез. По-другому эту железу еще называют шишковидная железа. Это железа, мы еще образно называем эту эпинтез, это железо третий глаз. Эта железа вырабатывает такой гормон, который называется мелатомин, а также здесь вырабатывается еще и вещество теракомин. Так вот, в аюрведе считается, что одним из основных назначений шишковидной железы заключается в том, чтобы соединять физическое и тонкое тело. По тонким телом подразумевается совокупность церковь мирного, эмоционального и ментального тела. Если обратиться немножко больше к физиологии, то мелатомин – это гормон, который регулирует суточные диоризмы человека. И в основном он выделяется в темное время суток, то есть ночью, и пик активности его приходится на время где-то между 12 часов ночи, где-то до 4 часов утра. Вот пик активности. Значит, если в это время нет полной темноты, есть какие-то источники света, даже самые минимальные в виде ночника или в виде работающего телевизора, то нормального продуцирования мелатамина не происходит и нарушается соответственно нормальный физиологический сон. Ну а все, что связано с продуктами мелатамина, все, что связано с нормальным сном, оказывает большое влияние в целом на состояние организма и на поддержание его молодости. И так, этой железой управляет тюкдоша ваты, это прана вали. Теперь мы дошли до четвертого элемента эндокринной системы, к которому относится щитовидная железа. Щитовидная железа связана с пиктой. Щитовидная железа управляет в целом теми процессами метаболизма, которые у нас организуют. И с детским возрастом. Сейчас скажем почему. Вторая группа гормонов, потому что гормоны, которые уделяются в щитовидной железе, у меня однородны. Вторая группа гормонов участвует в регулировании кальция крови. Итак, щитовидная железа располагается на передней поверхности шеи. Она состоит из двух долей, правой и левой. И эти доли сообщаются между собой при помощи холишей. Так вот. Эта железа, как я сказала, выделяет несколько категорий гормонов. Становимся на гормонах, для синтеза которых необходим йод. Это гормоны, которые будут называться при йод тирамин. Само название включает в себя слово йод 3-йод тирамин и тероксин. Или они обозначаются сокращенно. Вот обозначение идет Т4, Т3. 3-йод тирамин это Т3, и тероксин это Т4. Но для того, чтобы вырабатывались эти гормоны в определенных нужных количествах, имеется прямое воздействие гипоталяма гипотезарных влияний. Вот она, первая ось гипоталяма гипотезарно-периоидная система. То есть гипоталяма выделяют определенные рельсинг-факторы, которые оказывают влияние на продукцию гормонов гипотеза, в частности это тирио-троксин гормон, который оказывает влияние на продукцию гормонов щитовидной железы Т3, Т4. Ну вот эта вот связь этой оси гипоталяма-гипотезарно-периоидной она не так проста, потому что она имеет как прямые виды воздействия, так и обратные регуляции. Гормоны. Мы их назвали уже, это тероксин и тридет-терамин. Для синтеза этих гормонов, еще раз хочу сказать и подчеркнуть, необходим йод. В какой же функциях в организме выполняют гормоны щитовидной железы? Давайте посмотрим. Основные физиологические эффекты. Ну, прежде всего, гормоны щитовидной железы стимулируют рост, рост физической развития, дифференцировку тканей и особенно влияют на структуру центральной медной системы. Стимулируют процессы регенерации тканей и восстановления, потенцируют симпатические эффекты на сердце. Другими словами, активируют симпатическое влияние. Симпатическое влияние, мы неоднократно разбираем, что это такое. Это все, что активирует, мобилизирует и заставляет активно трудиться. Так вот, под влиянием гормонов щитовидной железы на сердце будут называться такие эффекты, как тахикардия, явно, примерно, как очищенная сердце биометрии. Повышают теплообразование, то есть влияют на энергообмен, в целом влияют на основной обмен и повышают возбудимость центральной медной системы. Вот это основные физиологические эффекты гормонов щитовидной железы. Мы сегодня будем разбирать два крайних состояния. Это гипотириоз и гипотириоз. И вот, отталкиваясь от того, что делают эти гормоны, будем говорить об основных проявлениях того и нового состояния. Итак, давайте сначала поговорим о гипофункции щитовидной железы. ГИПО, то есть сниженная, сниженная, да, в смысле щитовидной железы. Другими словами, гормонов щитовидной железы будет зарабатываться недостаточно. Какова же причина развития гипотириоза? Ну, их может быть несколько. Гипотириоз, недостаток гормонов щитовидной железы, может быть связан, допустим, с отсутствием этой самой железы после проведенной операции, если это было необходимо. Далее. Это может быть какие-то антоиммунные процессы, но мы не трогаем, да, такие серьезные состояния. Мы остановимся на причине, которая приводит к гипотириозу, такой как миллиостаток йода. Мы сказали, что для синтеза этих гормонов необходим йод. Значит, если нет виситивства йода, то эти гормоны будут продуцироваться в недостаточном количестве. Итак, недостаток йода. Гипотириоз, сниженная, пониженная функция щитовидной железы, недостаточность гормонов, которые продуцируют это железо, какие же основные проявления. Основные проявления гипотириоза, давайте пройдемся вот к представленному слайду, ну, прежде всего, это очень быстрая утомляемость. Мы с вами сказали, что влияет на возбудимость ЦНС, на активность всех процессов, которые происходят в ЦНС. Значит, это быстрая уставаемость, утомляемость. Такой человек быстро устает от любой деятельности. Замедленная реакция, сниженная возбудимость. Чаще всего это депрессия, недовольство. Если посмотреть на кожные покровы, то, как правило, они будут сухими и на ощупь они будут холодными. Такие пациенты постоянно испытывают зябкость. Им холодно, они всегда пытаются потеплее одеться. Если посмотреть на состояние сердечно-сосудистой системы, то здесь будет наблюдаться, так скажем, снижение активности, то есть браги кардио, движение сердечного ритма, снижение артериального давления. Нарушается моторная функция желудочно-пишечного тракта, склонность к газопорам. Если в целом снижается основной обмен, то такие пациенты, они не испытывают чувство аппетита. Аппетит снижен. Едят мало, но при этом происходит увеличение массы тела. Опять же за счет того, что снижены энергетические и обменные процессы. Ну вот основные проявления гипотириоза. Это то, что касается взрослого возраста. Если же посмотреть на детский возраст, то существует врожденная недостаточность стириоидных гормонов, то есть врожденным гипотириозом. Такое может возникнуть, ну прежде всего это какие-то наследственные факторы, либо это дефицит йода в организме матери. Ну и соответственно гипотириоз у матери, проявление гипотириоза у матери во время беременности. Соответственно продукция гормонов щитоводной железы и у плода, и у ребенка, да, в последствии будут снижены. Так вот врожденный гипотириоз сопровождается тем, что такие дети будут отставать как в физическом развитии, то есть они не будут нормально, полноценно развиваться, будут отставать в росте. И соответственно такие дети будут отставать и в психическом развитии. Вплоть до развития кретинизма, то есть слабоумия. В самом начале, когда мы начали говорить о роли щитоводной железы, мы сказали, что эти гормоны, они влияют на антиференцировку центральной нервной системы, на активность, на всех процессах, которые подпекают центральной нервной системе. Так вот при врожденной недостаточности это во всем мире происходит и развивается состояние, которое называется кретинизм. Таким детям, можно сказать, буквально с момента рождения означает заместительная терапия гормонами, то есть гормоны вводятся и вне, парантрально, для того, чтобы, так скажем, восполнить дефицит этих гормонов, для того, чтобы они оказывали свое действие на процессы этого детского организма, для того, чтобы, ну, хоть как-то приспособить детский организм к дальнейшей жизнедеятельности. Итак, если причина элементарная, то есть связана с недостатком йода в организме, то мы сейчас немножечко поговорим о том, а что же такое йод. Так вот, йод – химическое вещество, известен людям очень давно. И вот, как написано на этом слайде, который сейчас демонстрируется, люди давно знали, что недостаток йода приводит к развитию такого заболевания, которое сейчас называют зедовую болезнь, но и сейчас существует, и именно так называют. Потребность в йоде в сутки у человека составляет от 2 до 4 микрограмм на 1 килограмм массы тела, или это в среднем где-то суточная потребность в сутки 150 микрограмм. В основном йод организм получает из воды. Соответственно, те регионы, где в воде имеется дефицит по йоду, в этих регионах наблюдается большое количество людей, страдающих гипотериодом. Вот здесь приводятся нормы потребления йода, но растущий организм, подродки, то есть дети подростки, кормящие женщины, а также организм после перенесенного заболевания, то есть в период восстановления, требуют большего поступления йода. Норма йода, того, который содержится у нас в организме, составляет от 20 до 50 миллиграмм. Из них где-то 60% из этих миллиграмм, да, из них где-то 60% йода содержится в щитовидной железе, а 40% распределяется между мышцами, яичниками и кровью. Если йода в воде мало, то, соответственно, йод можно получать еще и из продуктов питания. Какие же продукты питания богаты йодом? Ну, ни для кого не секрет, что йода очень много содержится в морепродуктах. Это морская рыба, это морская капуста, ну, и любые другие морепродукты. Если говорить о крупах, то это, прежде всего, гречневая крупа. Это овощи, это орехи, это фрукты, ну, так скажем, большое количество йода содержится в хурме, содержится в яблоках, особенно в семечках яблок содержится много йода, а также йод содержится и в молочных продуктах. И существует еще, ну, как бы такое, специальное реодирование продуктов, и одним из всем известных продуктов реодированным является соль, соль потребляется в пищу в семье, соль добавляется практически во все продукты питания, и, соответственно, иодированный йод является тоже, как бы, вот таким заместительным компонентом при йододефиците. Следующая, обратная ситуация, которая связана с нарушением функции щитовидной железы, эта ситуация называется гипертиреоз. Гипер значит много. То есть повышенная функция щитовидной железы. То есть происходит гиперпродукция гормонов щитовидной железы. Причины, опять же, да, как вот видно, самые равнообразные. То есть это могут быть и опухолевые образования, и различные аутоиммунные заболевания. Мы на этом подробно останавливаться не будем. Мы просто знаем, что гипертиреоз – это повышенная продукция гормонов щитовидной железы. Какова же симптоматика гипертиреоза? Все с точностью наоборот, что было при гипертиреозе. Значит, если посмотреть со стороны нервной системы, то, прежде всего, здесь будет наблюдаться раздражительность. Раздражительность вплоть до агрессивности, бессонница, повышенная возбудимость. Эти люди очень быстро выходят из себя, практически тоже всем недовольны, только бурно проявляют свои эмоции. И вот от своей такой бурной деятельности, пустую, проходящей, испытывают утомляемость. Если посмотреть на кожные покровы, то они, как правило, будут влажные и теплые. Почему? Потому что идет повышение энергообмена, и такие пациенты постоянно испытывают чувство жара, и жарко. Они пытаются постоянно развиваться, даже несмотря на то, что, допустим, на улице очень холодно. Повышенное потоотделение. Если посмотреть со стороны сердечно-сосудистой системы, то наблюдается возбуждение, возбуждающее влияние на работу сердца, поэтому это будет тахикардия и повышение артериального давления. Так как идет повышение в целом основного обмена, эти люди очень много едят. Немного едят, но тем не менее, масса тела у них снижается. А то же все связано с повышением энергозатрат. Сидят много, но при этом масса тела унижается. Если сказать о пищеварительной системе, то увеличивается, так скажем, стимулируется моторная функция желудочного сердечного тракта и наблюдается склон к жидкому. Ну вот, по характерным еще проявлением гипертериоза является, ну вот здесь написано, пучеглазе, экзофталь по-другому. То есть существует такая пряда гипертериоза. Это раздражительность, это тахикардия и экзофталь. То есть пучеглазе. Если говорить о терапии гипертериоза, то оно направлено будет на подавление сферторной активности щитовидной железы и снижение выработки телеводных гормонов. Следующий элемент эндокринной системы, это пятый элемент, это пара щитовидная железа. Само слово пара, щитовидная приставка пара, означает, что это где-то рядом или около. Так вот, пара щитовидной железы располагаются рядом, около щитовидной железы, а именно они располагаются на задней поверхности щитовидной железы. Или таких вот четырех горошин. Вот они здесь представлены. Это пара щитовидная железа. Они продуцируют, секретируют гормон, который так и называется паратгормон, или паратерин, который участвует в регуляции уровня кальция в крови. Регуляция самих пара щитовидных желез связана с функцией ПИД. Шестой элемент эндокринной системы, это вилочковая железа, или кипиконный тимус, участвует в росте иммунной системы. Ну, как правило, наибольшая активность этой железы приходится на детский возраст. И с одной в аверведе связывают тимус с капхатом. То есть в работе тимуса ведущая роль лежит капхатом. Седьмой элемент. Седьмой элемент эндокринной системы это надпочечники. Оно название говорит, где они располагаются. Они располагаются на верхнем полюсе почек. Вот они. Это такие небольшие железы. Но то, что они небольшие, не умаляется функция в нашем организме, функция колоссальная. Они имеют на среду вид треугольничка. В целом, надпочечники состоят из двух слоев. Из мозгового, который располагается внутри, и из коркового, который располагается наружу. Участвует, продуцирует очень много гормонов. Мозговое вещество продуцирует гормон адреналин. Финор адреналин. Это основной гормон стресса. Гормоны коркового вещества. К ним относятся глюкокортикоиды. Либо по-другому. Все, прежде всего, они стероидные гормоны. Глюкокортикоиды. Это минералы. Глюкокортикоиды. И здесь же в корковом веществе надпочечников продуцируется небольшое количество и половых гормонов. То есть, половые гормоны организма человека продуцируются не только в половых железах. Есть еще одно место, где они секретируются. Это надпочечники. Причем, там они секретируются как мужские, так и женские. Половые гормоны независимо от пола. Соответственно, от определенных соотношений. Итак, такое разнообразие гормонов, которые секретируют надпочечники. Соответственно, они принимают участие в работе иммунной системы, нервной системы. Принимают участие в обмене питательных веществ, а именно в обмене углеводов, водном и половом обмене. И если мы будем говорить, говорим о надпочечниках, то здесь будет уже система регуляции. Вторая ось гипоталяма, гипофизарно-надпочечниковая система. Расслеживается, опять же, иерархия. Гипоталяма контролирует продукцию гормонов надпочечника, гипофиза, а гипофиз контролирует секрецию гормонов надпочечника. Также существует принцип как прямых, так и обратных взаимоотношений. Айверведа связывает надпочечники с ваттой, часть нервной системы, и капхой, потому что надпочечники за счет определенных гормонов, в частности, такой гормон, он вырабатывает название альдостороль, который принимает участие в водном обмене и натриевом обмене. А также с питой, так как надпочечники участвуют и в поддержании метаболического баланса всего организма, за счет того, что влияют на все виды обмена, это и белковый, и жировой, и углеводный. Значит, и вата, и капха, и пита, так скажем, контролируют работу седьмого элемента эндокринной системы надпочечника. Восьмой элемент. Восьмой элемент эндокринной системы поджелудочная железа. Ну, поджелудочная железа относит к железам смешанную секрецию, потому что здесь выделяют как экзокринный аппарат, так и эндокринный аппарат. С экзокринным аппаратом поджелудочной железы мы с вами знакомы. На одном из предыдущих суббинаров мы разбирали функции поджелудочной железы, говорили, что происходит продукция, сока поджелудочной железы, того сока, который принимает участие в процессе пищеварения. И этот сок выделяется в процесс 12-ти перстной пышки. Но в поджелудочной железе есть еще особые клетки, эндокринные клетки. Они продуцируют гормоны, а эти гормоны будут выделяться в крови. И гормоны эти тоже самые известные. Это гормон инхидин, и гормон глюкоголь. Итак, экзокринная железа, экзокринная часть поджелудочной железы связана с капхой, а эндокринная часть поджелудочной железы связана с пицей. Итак, так как мы говорим сегодня об эндокринной функции, то основным гормоном является, конечно же, это гормон инсулин. Инсулин продуцируется в особых клетках, это бета-клетки, астропофландерданса. Инсулин выделяется в кровосок и принимает участие в углеводном обмене. А именно, задача его сводится к тому, чтобы снижать уровень глюкозы в крови и поддерживать его на определенном уровне, то есть поддерживать и эту константу внутренней среды организма. Так вот, ткани, которые чувствительны к инсулину, они будут называться инсулинозависимыми тканями, к ним относятся, прежде всего, печень, потому что в печени и мышцы, потому что в печени и мышцах происходит запасы глюкозы под влиянием инсулина, и глюкоза там превращается в гликоген. Ну, а также это жировая ткань, и про инсулино, механизм инсулино-резистентность мы тоже немножечко говорили на прошлом губинале. Таким образом, мы с вами совершили экскурс по эндокринному аппарату нашего организма, разобрали 8 эндокринных желез, но остались еще железы внутренней секреции, а это половые железы. То есть это будет 9 элемент эндокринной системы. Это семенники и яичники. О функции половых желез, о том, какие гормоны вырабатывают эти железы, какую функцию выполняют эти гормоны, мы будем говорить на следующем губинале. Ну, конечно же, больше внимания мы уделим женскому организму. Поговорим о женских биоритмах, о том, что гормоны в женском организме вырабатываются циклично, и в связи с этой цикличностью выработки гормонов женских половых можно определить время наиболее благоприятное для зачатия, а можно составить свой индивидуальный календарь так называемого способа естественной контрацепции. Ну, что, как я думаю, необходимо знать современной женщине в условиях современной жизни. Поэтому всех приглашаем на следующий вебинар, где мы подробно будем разбирать эти моменты. Сейчас же мы переходим к следующему моменту сегодняшнего вебинара и остановимся на основных индексах АПК-ЗДОПУС, которые связаны с эндокринным балансом, и рассмотрим такие модули, как модуль меридианы, модуль баланс и модуль недана. А также еще поговорим немножко о биоэнергии. Хочу сразу сказать, что какой-то специфичности конкретной для определенной патологии, которого мы увидели на АПК-ЗДОПУС, ее нет. Поэтому мы поговорим об общих направлениях. Итак, если мы будем говорить о модуле меридианы, то прежде всего это меридиан трех обогревателей. Меридиан трех обогревателей почему так называется? Потому что существует действительно три обогревателя. Верхний обогреватель отвечает за функцию гипофиза, средний – это функция щитовидной слезы, и нижний – это функция надпочечника. Так вот, изменения. Изменения, как мы уже знаем, бывают в двух направлениях. Либо это истощение, это то, что попадает в желтую часть спектра, либо это какое-то относительное напряжение. Ну, вот здесь я представляю, скажем, два снимка, на которых хочу показать, что на первом из них, десятый меридиан трех обогревателей, находится в состоянии истощения. А на другом региан трех обогревателей находится в состоянии некоторого напряжения. То есть такой вот неспецифический признак, который отражает процессы, затрагивающие функцию эндокринной системы. Следующая вкладка. Это вкладка «Недана». Здесь мы посмотрим на состояние субдош. Итак, три субдоша, которые будут говорить об изменениях эндокринной системы. Ну, прежде всего, это прана-вата, дальше это садхака-пита, и это тарпака-вата. Изменения могут также происходить, как в сторону истощения баланса нотера 4, так и в сторону некоторого напряжения. Это все, что больше 4. Вот здесь я тоже подобрала такие показатели, где видно, что вот тарпака и показатели садхака-питы, они несколько истощены, заблокированы. Значит, соответственно, садхака-пита – это все, что отвечает за гормональный обмен, ну, такую дословную как бы интерпретацию – гормональный обмен, геморальная регуляция. Если мы говорим о тарпака-капсе, то это нейро-инедиаторная система мозга, в частности, это опиоидная система мозга, то есть все, что связано с процессами удовольствия, удовлетворения. И, соответственно, вот изменение тарпака-капха является таким как бы косвенным проявлением, как бы признаком, маркером возможного возникновения психосоматических заболеваний. То есть стрессирующий фактор, изменение эндокринного баланса может привести к изменению работы внутренних, органов – психосоматика. И если говорить о субдоши вата, прана-вата, то это субдоши, которая также обеспечивает, ну, как бы контролирует гормональную функцию. Вот эти все три субдоши – прана, вата, хатха-капита и тарпака-капха, они в той или иной степени связаны с работой головного мозга. То есть еще раз хочется подчеркнуть, что гуморальная регуляция и нервная регуляция, они связаны с другом, объединяются меры гуморальной регуляции, что и отражается на стальных субдошах. Если мы обратимся в классе «Тхату» – модуль «Медана», то здесь стоит обратить внимание на «Тхату-Маджа». «Тхату-Маджа» отражает активность в целом нервных процессах, показывает определенную иерархию регуляции, которую мы сейчас с вами разбирали, и в целом обеспечивает контроль нейро-гуморальной функции. Соответственно, «Маджа» от «Тхату» может находиться как в состоянии повышенной активности, то есть напряжения, вот то, что здесь видно на представленном слайде, так, соответственно, может уходить и состояние истощения, попадать в желтую часть спектра от 0 до 1. Следующее – это проявление биоэнергетики, биоэнергетическое поле вкладка. Мы с вами уже разбирали, что это вкладка, которая дает нам представление в целом о мощности энергетического поля, которое здесь представлено от возможных 100%, и распределение биоэнергетических потоков по внутренним органам. Мы с вами говорили, что если условно, очень условно принять равномерное распределение энергетических потоков, то это где-то 8, 7 и 10%, то, соответственно, все, что мы видим на данном примере, 2% будет говорить о неком истощении со стороны функции эндокринной системы. Если же мы посмотрим на вторую представленную данную, то здесь мы видим, что эндокринная система уже 18,1%. Здесь говорит о неком напряжении, балансировании эндокринной системы. Мы сегодня совершили определенный, еще раз хочу сказать, экскурс по железо-нутренней секреции. Более подробно остановились на функции и роли щитовидной железы. Ну вот я хочу немножечко остановиться на проявлениях гормональной активности щитовидной железы уже по распределению вата-пита-капха. Так вот, гипо- и гиперфункция щитовидной железы затрагивает изменения многих функциональных систем. И нервной, и сердечной, и пищеварительной, и дыхательной, и половой. Так вот, для представителей вата-типа конституции наиболее характерна будет неврологическая симптоматика. То есть, все, что связано либо по гипо-либо по гиперфункции с изменением активности нервной системы. Для представителей вата-типа конституции на первом месте будет сосудистая патология. То есть, либо это проявление тахикардии, повышение артериального давления при гиперфункции щитовидной железы, либо же это брагикардия и снижение артериального давления при гипо-функции щитовидной железы. Если же мы говорим о представителях капха, то здесь в основном будет затронут иммунологическая составляющая, то есть изменение функций нервной системы. Таким образом, я сегодня заканчиваю вебинар, который был посвящен общему представлению эндокринной системы. И еще раз хочу сказать, что следующий вебинар будет посвящен половым гормонам и значению в организме человека. Конечно же, мы немножечко поговорим и о мужских половых гормонах, но больший упор делаем на женские половые гормоны. Всех приглашаю на следующий вебинар. А сегодня заканчиваю. Всех благодарю за внимание. До свидания.